атурс альтернативные путешествия лаборатория альтернативной истории и проект сдвиг парадигмы предлагают погрузиться в мир потрясающих открытий путешествия по храмам египта огромные статуи мемфиса и рамесиума гранитные сооружения острова элефантина и цветок жизни в храме осирион зодиак и загадочные сюжеты на стенах храмах от хор карнакский разрез и связь объектов с археологическими памятниками южной америки и многое другое вы сможете увидеть своими глазами и обсудить предложить свое видение прикоснувшись к древней истории мира храмы египта только с 3 по 15 ноября размер группы ограничен обращайтесь на сайт атурс или по ссылке ниже новых открытий и приятного общения в египте кроме всемирно известных пирамид и менее известных гробниц и мостап где особняком стоит уникальный серапиум есть еще так называемые храмовые комплексы с моей точки зрения храма египта можно очень условно разделить настроение с неочевидными признаками высоких технологий как храм сити первого или богини хадхор и на храмы с очевидными признаками высоких технологий как например храм сфинкса гизи или асирион в обидосе асирион до недавних пор официально признавался древнейшим мегалитическим строением египте этот комплекс был раскопан относительно недавно начале прошлого века рядом с известным храмом фараона сити первого в обидосе свою очередь храм сити первого известен своими спорными иероглифами которые удивительным образом похожи на вертолет танк и самолет но что точно не вызывает никаких сомнений это список всех фараонов 76 картушей от самого первого объединителя египта то собственно сити первого список фараонов вырезан на стенах коридора выходя по которому можно попасть за территорию храма сити первого где на глубине около 10 метров от уровня сити первого был найден другой комплекс найденому сооружению было дано название честь самого известного и почитаемого бога в этом регионе осириса осирион осирион оказался местом где согласно легендам были похоронены некоторые части тела осириса и где предположительно в конце концов после решения осириса уйти в загробный мир было похоронено его многострадальное тело оригинальная история уничтожения и воскрешения осириса включает себя весь спектр человеческих чувств от мести и ревности до любви и верности считается что осирис передал человечеству технологии ведения сельского хозяйства металлообработки и тому подобное за что собственно и поплатился не вдаваясь в детали этой истории отмечу лишь что несмотря на детальное расчленение осириса удалось собрать его заново и при этом оживить с помощью не менее оригинального способа через поглощение глаза своего сына несмотря на воскрешение позже осирис решает все же уйти в мир иной где становится царем загробного мира не умаляя значимости мифов про богов полубогов и фараонов встает вопрос о том чем же этот комплекс отличается от других для меня осирион оказался в некотором смысле пятным элементом соединяющим древние сайты на разных континентах в одном месте дело в том что в его архитектуре удивительным образом пересеклись строительные технологии южной америки пирамид и мостап северного египта некоторых сайтов на территории турции и даже комплекса бальбек в ливане в первую очередь обращаю внимание на ориентацию комплекса по сторонам света иначе говоря по линии восток-запад возрождение и смерть солнца как и комплекс бальбеки которые официальные историки связывают солнцем осирион ориентирован куда угодно но только не по солнцу направленность любого древнего строения религиозного назначения является фундаментально заложенной и продуманной а не случайно выбранной куда же ориентирован осирион моя точка зрения что храм ориентирован на нил то есть основную ориентацию задал подземный водный туннель соединяющий реку нил и храм в далеком прошлом ведь мы когда строим гараж или склад не ориентируем его по солнцу а руководствуемся существующей инфраструктурой отсутствие ориентации говорит только о том что это могло быть строением хозяйственного назначения где выбор направления лежит в плоскости инфраструктурного удобства если внимательно посмотреть на поверхности блоков стен осириона можно увидеть парные выпупости иначе говоря боссы полностью идентичные тем что можно наблюдать на сайтах в перу например в альянтой тамба да аналогичные выступы есть и на поверхности пирамиды микерина в гизе но в осирионе это уже несущие блоки они облицовочный гранит признаки полигональной технологии можно увидеть и в других элементах кладки этого нет на микерина например использование небольших блоков прокладок если сравнить схему храма у сфинкса и осирион то можно увидеть много общего и хотя храма ориентированы не в одну сторону схемы комплексов придерживаются строгой геометрии с прямыми углами и четкими линиями в обоих комплексах присутствуют для колонн только строгие прямоугольные блоки строениях присутствуют артефакты полигональных технологий в настоящее время попасть в осирион не так проще и дело не только в том что туристов туда не пускают почти круглый год но храма затоплена водой на 20 50 сантиметров и лишь в январе уровень воды спадает настолько насколько это позволяет спуститься и пройтись по полу комплекса без сапог осирион имеет свою уникальную связь с водой вода предположительно поступает из нила по скрытому каналу использование в храмах водных тоннелей и каналов встречается редко чего тут больше эстетики или технического смысла сейчас никто не скажет и если проследить за направлением водного тоннеля то получается то сети 1 стоит ровно над каналом последние исследования обнаружили на этом пути элементы мегалитов и возможно помещений что говорит о том что осирион предположительно был частью большого древнего комплекса со временем комплекс был частично разрушен и ушел под пески однако используя материалы и направление предыдущего строительства фараоны восстановили над каналом храм сети 1 и при этом столкнувшись с развалинами осириона вынуждены были изменить форму храма храм выглядит как буква г если пройти сохранившиеся помещения осириона то она повторяет внутренние помещения некоторых пирамид и мостов осирион является уникальным доказательством единых технологий существовавших одновременно на значительной части земли далеком прошлом иными словами если точно определить возраст одного из древних артефактов например пирамид или саксуэмана то можно говорить примерном возрасте других связанных объектов а значит понять возраст забытой цивилизации и и и и и и и и Друзья, сейчас идет запись на пятой лектории имени Андрея Юрьевича Склярова «Шаг в сторону», который пройдет 24 сентября, по тому же адресу. Улица Воздвиженка, 9, начало в 13 часов. Это три минуты пешком от метро Арбатская. На лектории будут присутствовать знакомые вам по фильмам участники экспедиции, которым вы сможете задать любые вопросы. Алексей Комогорцев и Андрей Жуков представят свои новые книги, которые будут изданы в ближайшее время. Книги с автографом можно будет приобрести на наших следующих лекториях и на сайте проектов «Лаборатории альтернативной истории». По традиции Андрей Жуков привезет редкие артефакты, сосуды Мезоамерики и Перу, а также фигурки из Акамбара и другие не менее интересные статуэтки. В этот раз для вас выступит кандидат исторических наук Андрей Жуков с темой «Великий поток в древних мифах». Причины катастрофы. Кроме библейской версии, сказания о потопном катаклизме присутствуют у многих народов из разных точек земного шара. Оказывается, мифы могут приоткрыть тайну гибели древней высокоразвитой цивилизации, а также рассказать о причинах самого потопа. Кандидат технических наук Дмитрий Павлов с докладом «Пирамида Синусерта III. Очередной бункер богов». Речь пойдет об удивительной пирамиде, которую официальная наука относит к Среднему царству Древнего Египта. Это малоизученный объект, который мы планируем посетить осенью этого года. Пирамида представляет большой интерес в плане поиска следов древней высокоразвитой цивилизации. А тот факт, что в подземную часть объекта практически никто не спускался, делает его перспективным в плане новых интересных открытий. Писатель и исследователь Алексей Комогорцев с лекцией «Чуть. Новая жизнь старых богов». Автор расскажет о незнакомых широкой публике аспектах истории пермской чуди, народа, которому приписывается создание уникального в своем роде пермского звериного стиля. Это самобытное литье, самые ранние образцы которого датируются VII веком до н.э. Оно совершенно выпадает из общего ряда урало-сибирских звериных стилей. Также докладчик коснется темы мировоззрения пермской чуди и одного из центральных образов ее религиозно-мифологической системы – архаического ящера. Стоимость билетов – 1200 рублей до 17 сентября. 1400 рублей с 18 по 23 сентября. 1500 рублей в день мероприятия – 24 сентября. Для вашего удобства есть возможность забронировать места в первом и втором ряду. Стоимость – 2000 рублей. После мероприятия мы отправимся в кафе на Арбате, чтобы продолжить вечер в теплой компании и в кулуарах обсудить с исследователями волнующие вас темы. Спешите, количество мест ограничено. Записаться на Лектории теперь можно в любом из мессенджеров по номеру, указанному в описании. Ждем вас, друзья!